Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И вы знаете, в последние дни ко мне в голову закралось неизгладимое ощущение того, что мир находится на грани настоящей катастрофы. Многие из вас сейчас подумали наверняка, что да ладно, у нас уже давным-давно такое ощущение, что мир на грани катастрофы, но начало 2022 года вывело ситуацию мировую, всю абсолютно мировую ситуацию, абсолютно на новый уровень, на уровень доселе невиданный. Дело в том, что я внимательно анализировал все события последних дней, не только события, которые происходят в Казахстане, их мы тоже сегодня обсудим, не углубляясь в политику, не углубляясь в то, что там происходит сейчас, потому что это уже совсем другая история, которая нас не интересует. Мы затронем первопричины того, почему Казахстан взорвался и почему вот-вот может взорваться весь мир, так же как взорвался совсем недавно Казахстан. В этом видео вы узнаете, какая жесть или, правильнее сказать, даже какой ужас начал происходить в Китае. Многие из толпы кричат оскорбления и плюются в скованных и опозоренных людей. Чтобы не допустить беспорядки, полицейские организовали живую цепь, как в средние века отмечают журналисты немецкого издания Бильде. Тем временем жители Сианя в провинции Шэньси кричат из окон, призывая помочь им. Да и что на самом деле происходит во всех остальных странах мира? И это поможет вам осознать, на какой крайней точке мы сейчас находимся. В одном только Сан-Паулу на улице вышли более двух миллионов человек. И если вы досмотрите это видео до конца, то вы поймете, почему это происходит, кто в этом заинтересован и так далее и тому подобное. А кто это не поймет самостоятельно, то я подробно об этом всем расскажу уже на своем канале в Бастионе, он же Pocketnet. Ссылка на него как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Там будет снят отдельный видеоролик, который я не могу опубликовать на Ютубе по определенным причинам. Также там будут ссылки на остальные мои очень полезные ресурсы, на которые крайне важно пройти и подписаться. Такие как Телеграм-каналы, резервные Ютуб-каналы и так далее и так проще. Обязательно проходите и подписывайтесь. Также обязательно подписывайтесь на этот Ютуб-канал. Если еще не подписаны, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Поддерживайте данный видеоролик как можно большим количеством лайков. Делитесь ссылками на это видео с друзьями. И еще раз напомню, в конце будет самая трэшевая и шокирующая информация. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Начнем мы с событий из Казахстана, а закончим с событий, которые происходят в Китае, да и во всем мире в целом. Устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали. Еще одна республика бывшего СССР и стратегический союзник России, Казахстан, как утверждают местные власти, оказался встянутым в классическую цветную революцию. А повод для протестов дала сама же местная власть. Власть, которая заботилась исключительно о собственном кармане и выполнении инструкций глобалистов, надеясь договориться с дьяволом. То есть занималась тем же самым, что и российская элитка. Ну давайте сделаем это в конце концов. Потом можно и дальше пойти. Как вы это терпите до сих пор? Как собственно и вся остальная мировая элита. Цены на газ, о которых кричат все госсми мира, стали не более чем поводом для массовых протестов. Находящиеся у власти в Казахстане технократы, привет Мишустину и Кириенко, довели народ до белого коленя, падением уровня жизни и принудительной процедурой с кукареку кодами. Судя по всему, Россия была в шаге от потери одного из главных союзников, без которого она бы лишилась влияния во всей Центральной Азии. Власть уплыла из рук местных технократов и бывшего главы страны Назарбаева в режиме реального времени и президенту Такаеву пора садиться рядом с Януковичем и начинать писать второй том книги, как все потерять и ничего не понять. Формально протесты начались 2 января на западе страны в городе Жонао-Зен, Магистоузской области, после того, как с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, что составляет 27 доллара центов. Протестующие требовали снизить цену на газ до 60 тенге, что составляет 13 доллара центов, но были просто не замечены ни властью, ни СМИ, а потому спокойно перекинулись на остальную страну. Притом руководство страны было полностью уверено, что все само собой рассосется, а эксперты по ТВ привозили в пример европейцев, где, мол, походили и разошлись по домам. Власти Казахстана, точно так же, как власти Российской Федерации, отказывались видеть протесты людей против обязательной процедуры, процедуры, направленной на детей и беременных, а также тотальной сегрегации по признакам здоровья. Они не смогли решить вопросов с дикими ценами на продукты, нехваткой бензина и дистоплива, засухой и падежом скота, за то, как и российские коллеги, выполняли все указки навоза и МВФ, доведя людей до того, что любой повод станет той искрой, про которую говорил Ленин сто с лишним лет назад. В итоге, разговаривать технократы начали только тогда, когда казахский бунт из чистой экономики перерос в политику, а боевики и протестующие начали захватывать административные здания и телеканалы, а вот протестующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате. Общее число пострадавших и погибших по Казахстану составляет сотни человек, много потерь и среди силовиков. Президент Такаев, уволив Назарбаева, был вынужден обратиться за помощью к ОДКБ, которые с радостью откликнулись и ввели свои якобы миротворческие войска в республику, чтобы помочь диктатору. Соранее все было спланировано. То единственное, что еще могло спасти шкуру Такаева, это введение военного положения и жесткое подавление протеста, что он, собственно, и сделал. Перечислять все, что там сейчас происходит, бессмысленно. События развиваются с той скоростью, что любая информация к моменту публикации этого ролика будет устаревшей. Нам же гораздо важно понять причины, ибо многое из происходящего там слишком похоже на происходящее в России, да и во всем мире в целом. Начнем с основных факторов, которые погнали народ на улицы. Самое основное – это катастрофическое падение уровня жизни населения, хотя официально падения нету. И рост цен, конечно же, тоже очень повлиял. В прошлом году в Казахстане цены на товары, по официальным данным, взлетели на 8,9%, что выше, чем в России. Заметнее всего в Казахстане выросли цены на продовольственные товары, плюс 11,3% за год, в октябре 2021 года. В июле-августе текущего года отмечался нехарактерный для летних месяцев и рекордный за последние годы рост цен на овощи длительного хранения – картофель, морковь, свеклу – на фоне дефицита их предложения к концу межсезонья. В условиях истощения внутренних запасов до поступления нового урожая месячный рост цен на эти продукты в июне продемонстрировал рекордное значение за последние годы, что привело к резкому скачку годового показателя инфляции – сразу на 36% к аналогичному периоду годом ранее. В октябре 2021 года годовой рост потребительских цен на овощи составил 25,5%, мясо выросло на 10,3%, подсолнечное масло на 56,2% и сахар на 32,1% за год соответственно. Также в октябре страна столкнулась с дефицитом дизельного топлива. Ситуация повлияла не только на рост стоимости дизельного топлива, но и породила проблемы для транспортных компаний, КТЖ, а также создала риски для обеспечения стабильной деятельности коммунальных и дорожных служб. Дизельное топливо на многих автозаправках страны в эти недели продавали только по талонам, на некоторых его и вовсе не было. По официальным данным, рост цен на бензин составил плюс 15,6% за год, дизельное топливо плюс 24,4% за год или на четверть. К дефициту топлива добавился дефицит электроэнергии. В ряде городов в целях экономии электричества в часы пик приостанавливалась его подача. К тому же на западе Казахстана летом 2021 года была сильная жара и отсутствие осадков, что привело к масштабной засухе. Фермеры понесли огромные убытки. Несмотря на тяжелую ситуацию, Министерство сельского хозяйства не спешило с оперативной помощью фермерам. Объективно говоря, цена на автогаз в Казахстане в несколько раз ниже, чем в России, Белоруссии и на Украине, даже после повышения. Но если бы это был только вопрос газа, то и протестов бы не было. Как пишут жители русского севера страны, самое страшное в данной ситуации, что никакого позитивного плана по улучшению положения людей у технократов не было. Зато были планы загнать народ по норам, лишить права на свободу передвижения и принуждать к той самой процедуре. В России госсми об этом стараются молчать, но одна из самых главных причин нынешних протестов отнюдь не экономика, а новые ограничения, которые там планировали ввести с 5 января из-за быстрого распространения штамма омикрон. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, в будни и выходные дни вход в ТРЦ и большие магазины, в частности, непродовольственные, будет разрешен только сотрудникам и посетителям с зеленым статусом. В ином случае необходимо предоставить результат свежего ПЦР-теста. В Минздраве поясняют, решение принято на фоне быстрого распространения штамма омикрон, который в 5 раз заразнее, чем вариант дельта. Непрошедших процедуру граждан обещали перестать пускать в места массового скопления людей. Банки, почтовые отделения, бани, фитнес-залы, центры обслуживания населения, не говоря уже о торгово-развлекательных центрах. Новость о новом локдауне стала второй причиной бунта. Для понимания, Казахстан стал самой жесткой страной по тем самым процедурам и ограничениям прав и свобод граждан на постсоветском пространстве. Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана Айжан Эсмаганбетова заявила, что с начала года работников трудовых коллективов, отказывающихся от обязательной процедуры, будут штрафовать. За нарушение постановления главного государственного санитарного врача предусмотрена административная ответственность в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. Административная ответственность предусматривается как для физических лиц, пятимесячных расчетных показателей, так и для юридических лиц. Сказала Есмаганбетова на брифинге, отвечая на вопрос, какие санкции предусмотрены за отказ от этой процедуры. Она отметила, что работодатель в случае невыполнения требований также может быть привлечен к административной ответственности. Нынешний локдаун после всех ограничений стал для Казахстана четвертым с начала 2021 года, хотя ряд из них был и не во всей стране. Говорить, сколько из этого закрылось малых предприятий, а людей осталось без средств к существованию, не имеет смысла, да и не скажет никто, ибо их не считали. Зато летом местный филиал всемирно известной организации рекомендовал главному государственному санитарному врачу Казахстана запретить непрошедшим процедуру работать в сфере услуг, на промпредприятиях и в трудовых коллективах, где свыше 20 человек. В общем, власти Казахстана сделали все, что могли, чтобы как можно больше людей их возненавидели и приняли участие в протестах. При этом, как и в России, тотальную ненависть и недоверие к режиму маскировали заведомой ложью от придворных социологов, которые, как и везде, пели мантры про то, что в Багдаде все спокойно. Помимо этих причин, можно найти еще сотню этнических и религиозных проблем, вроде конкуренции младшего и старшего жусов, усиления националистов под руководством турков, предательства элиты под контролем Лондона и т.д. Главный вывод очевиден. Скотское отношение к своему народу и предательство национальных интересов за морковку от глобалистов в любом случае выйдет боком самой власти, сколько бы она не рассчитывала на договоренности с Ротшильдами и прочими хозяевами денег. С дьяволом не договариваются, его изгоняют. Именно так действовала русская цивилизация во времена расцвета своей истории. То есть, в чем суть и первопричина событий, которые развернулись в Казахстане, начиная буквально с начала января 2022 года и, собственно говоря, заканчивая вот этим временем. Возможно, когда вы смотрите это видео, события эти уже успокоились, то есть на момент публикации данного видеоролика. Возможно, сейчас нам вообще уже все абсолютно в самом деле спокойно, да, и нет никакой нигде стрельбы, никаких банд. Но нам это абсолютно неинтересно. Очень важно то, с чего все началось и почему все началось, и это нас интересует в первую очередь. Ведь началось все с того, что люди, обычные люди, обычные казахи в большинстве своем вышли на улицы. Как говорилось в видеовставке, которая была на ваших экранах, сначала все началось с одного города на юге страны, а потом перенеслось и на все другие города. Суть такова, что люди были на грани, люди были приперты к стенке. Из-за чего, собственно говоря, Казахстан превратился в пороховую бочку. И многим кажется, что это где-то там, далеко в Казахстане, у нас такого не будет, конечно же. Но, друзья, еще раз хочу попытаться вам открыть глаза на то, что в принципе уже является очевидным фактом. Просто многие не хотят там следить за тем, что происходит в мире, чтобы там не настраивать себя на негативную волну, как любят выражаться многие мои там зрители, нужно там думать о позитиве и так далее. Но в наше время убежден, жизненно важно быть в курсе событий реальных, которые происходят, чтобы осознавать, что нас может ожидать и адекватно к этому приготовиться. Как к этому приготовиться и как с этим бороться, подробные инструкции у меня тоже есть. Соответствующее видео опять же будет на моем канале в Покетнете, он же Бастион. Ссылки, еще раз напомню, как в комментарии, первом закрепленном к этому видео, так и в описании. Но тут я хочу опять же своими словами еще раз донести до вас мысль о том, что практически каждая страна мира сейчас является, по сути, Казахстаном последних дней. Здесь я имею в виду то, на какой степени напряжения находится общество практически в каждой стране мира. А из-за чего все началось? А началось все из-за того же, чему посвящен, собственно говоря, в первую очередь мой канал в последние годы. Это пандемия коронавируса. Пандемия коронавируса, из-за которой вводятся жесточайшие локдауны, из-за которых, в свою очередь, малый и средний бизнес во многих странах мира практически уничтожен не полностью. Но очень многие отрасли позакрывались, огромное количество людей потеряли работу, многие из них не смогли найти новую работу, потому что, опять же, во всяком случае, в своих сферах. То есть люди получили огромнейший стресс, многие оказались на грани существования. И даже в развитых, в очень развитых странах это невероятно проявляется, невероятным образом проявляется. Что уже говорить про страны, развивающиеся, такие как Казахстан и другие страны постсоветского пространства. Людей прижали к стенке, общество раскололось на две части. Те, кто против и те, кто за. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Таким образом, общество находится на грани. Обманныме все развивается, развивается, развивается. Уровень заражений в мире растет, растет невероятными темпами. Конечно же, это все из-за того, что появляются новые штаммы коронавируса. Конечно же, все это из-за того, что многие до сих пор еще не хотят вакцинироваться. Конечно же, это из-за того, что многие люди до сих пор в полной мере не соблюдают ограничительные меры. И сразу хочу сказать для Ютуба, чтобы не было каких-то непоняток и ясно выразить свою точку зрения, которая заключается в том, что, конечно же, все ограничительные меры абсолютно оправданы. Вакцинация от коронавируса, в том числе принудительная, абсолютно оправдана. Кто бы сомневался, все абсолютно меры и рекомендации, которые дает как Всемирная Организация Здравоохранения, так и местные органы здравоохранения. Эти рекомендации на 100% правильные и жизненно важно их безукоснительно соблюдать. Но речь сейчас идет не об этом. Речь сейчас идет о том, что, как бы там ни было, людям все это до смерти надоело. И тем, кто привитый, и тем, кто не привитый, ведь рано или поздно их ковид-сертификат кончится, нужно будет прививаться вновь, чтобы жить нормальной жизнью. Те, кто так и не захотел привиться, в том числе были с работы уволены, да, даже если их предприятие не закрылось, то их уволили во многих странах, потому что они по каким-то причинам не захотели прививаться и так далее, и тому подобное. И все в самокупности. Это настолько накалило обстановку во всем мире, не только в Казахстане, что сейчас достаточно одной малейшей искры, и мир вспыхнет. Возможно, даже еще похуже, чем вспыхнул Казахстан. Казахстан это только начало, как я сказал в начале этого видеоролика. Да, событиями там в итоге воспользовались какие-то внутренние силы, может внешние, мы этого не знаем, в своих интересах. Воспользовались вот этими вот протестами, которые изначально начались совсем не из-за газовых проблем. Да, это послужило каким-то толчком для начала протестов, для того, чтобы люди вышли на улицу. Но люди были уже на грани, люди были прижаты к стенке и на просто-напросто на грани существования оказались. Без средств к существованию многие оказались. И так не только в Казахстане, а во всем мире. Пора уже открыть глаза и осознать это. И подробнее, более открыто об этом я еще раз повторюсь, скажу на своем канале в Бастионе. Но факт заключается в том, что весь мир вот-вот превратится в один большой Казахстан. Не верите? Тогда смотрите дальше. И посмотрите, что сейчас происходит в том же Китае. В соседней с Казахстаном стране. Внимание на экраны. В Китае публично наказали нарушителей правил изоляции, введенных в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Виновникам, на которых навесили плакаты с их портретами и именами, устроили парад позора, проведя их по улицам в сопровождении полиции. Эта акция вызвала критику в СМИ и соцсетях. А именно, вооруженные полицейские на юге Китая провели по улицам четырех предполагаемых нарушителей ковидных правил, пишет британское издание The Daily Mail. Четверо нарушителей порядка в масках и защитных костюмах с плакатами, с фотографиями и именами прошли во вторник перед большой толпой в городе Циньзи, провинции Гуанси, недалеко от границы Китая с Вьетнамом. На фотографиях этого неоднозначного мероприятия видно, что каждого подозреваемого в нарушении ограничительных мер держат по два полицейских. Их ведут через строй полицейских в спецодежде, некоторые из которых держат в руках оружие. Четыре человека, марширующих по улицам города Циньзи, также были обвинены в перевозке нелегальных мигрантов, в то время как границы Китая остаются в основном закрытыми из-за пандемии, сообщает Гуангси Ньюз. Газета сообщила, что парад стал реальным предупреждением для населения и предотвратил преступления на границе. Но это также вызвало негативную реакцию со стороны официальных СМИ и пользователей социальных сетей, раскрасивковавших такой жесткий подход. Публичное порицание стало частью дисциплинарных мер, объявленных местными властями в августе, чтобы наказать нарушителей правил здравоохранения. Китай запретил такое публичное осуждение подозреваемых в совершении уголовных преступлений в 2010 году после 10-летней кампании, проводимой правозащитниками. Но эта практика вновь всплыла на поверхность, поскольку местные органы власти изо всех сил пытаются проводить в жизнь национальную политику нулевого ковид. Между тем, сидящие в изоляции жители Сиане, одного из крупнейших городов Китая, утверждают, что скоро начнут голодать в своих домах после того, как им запретили выходить на улицу даже для покупки еды в соответствии с новыми суровыми мерами против ковид-19, вызванными всего несколькими десятками случаев. Городские власти Сиане в понедельник заявили 13 миллионам человек, что им разрешено покидать свои дома только в случае приглашения принять участие в новом раунде массового тестирования или при необходимости неотложной медицинской помощи. Раньше одному члену каждого домохозяйства разрешалось раз в два дня покупать еду. Городские власти заявили, что людям из районов с низким уровнем риска будет разрешено покупать предметы первой необходимости после завершения тестирования, если их результаты будут отрицательными. Ужесточение меры изоляции побудило некоторых жителей Сиане обратиться за помощью в социальной сети, заявив, что они голодают, и обратиться к соседям с заприпасами. Люди паникуют, поскольку у многих из них закончилась еда и лекарства, но им запрещено выходить из дома. В отряды проклятых могут попасть и эти люди, покидающие все тот же Сиане. Они пытались переправиться в соседнюю провинцию через реку Уэй, чтобы избежать жестких мер локдауна. Но были пойманы китайскими солдатами. Теперь они получат дополнительные тюремные сроки. Все это происходит на фоне очередного заявления директора ВОЗ Тедроса Гебреюсуса. Вакцинировать 70% населения планеты к середине 2022 года. Такая задача стоит перед всеми странами мира. Время пошло. Многие скажут, так это же Китай, ну понятно, у них там тоталитаризм, жесточайшая диктатура, там вообще они с катушек едут, да? Но, друзья, тогда вот вам сводка того, что происходит во всем мире. Посмотрите, пожалуйста. Страны мира встретили Новый год антиковидными протестами. Новогодние праздники во многих странах мира сопровождались массовыми акциями протеста и столкновениями с полицией. Улица городов в Нидерландах, Германии и Франции превратились в поле боя с теми, кто не желает соблюдать ковидные ограничения. Старым светом география протестов не ограничивается. Неспокойно и на другой стороне земного шара. Митинг, как правило, начинается мирно, но быстро перерастает в стихийное шествие, а затем в стычки с полицией, которая отвечает максимально жестко. Протесты из-за новых ограничений прошли на Елисейских полях. Во Франции вводят новые штрафы для приприятий, которые должным образом не проверяют подлинность ковид-пропусков своих сотрудников, а также ужесточают наказание за использование поддельных сертификатов о вакцинации. Израиль сделал обязательную четвертую вакцину для всех жителей пожилого возраста и медицинских сотрудников. Об этом заявил премьер-министр страны Нафталиб Беннетт. Израиль начнет вводить четвертую вакцину всем жителям в возрасте 60 лет и старше, а также нашим замечательным медицинским работникам через 4 месяца после их последней вакцинации. Израиль снова станет пионером в глобальных условиях по вакцинации омикрон. Тем временем главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил об опасности роста госпитализации из-за штамма омикрон. Он подчеркнул, что следить следует за заполняемостью стационаров, которая, по его мнению, будет стремительно расти. Словно в подтверждение его слов приходят новости из Пентагона, где глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин сдал положительный тест на коронавирус. Пока заболевание проходит в легкой форме, об этом генерал написал сам в своем заявлении на сайте ведомства. «Как объяснил мне мой врач, полные вакцинации и ревакцинации, которые я прошел в начале октября, помогли мне перенести ковид намного легче, и я благодарен за это». Написал он на странице министерства в СИСИ. А в Бразилии разъяренные жители напали на мэра муниципалитета Торитама. Их гнев вызвали введенные чиновникам ограничения. Например, обязательные ковид-паспорта для посещения кафе и ресторанов, а также поголовная вакцинация детей. Протестное движение в стране в целом приняло массовый характер. В одном только Сан-Паулу на улицы вышли более двух миллионов человек. Пеший протест вместо встречи Нового года выбрали и жители немецкого Коблинца. Люди показывают, что не доверяют информации по коронавирусу от правительства. Согласно последним опросам, лишь треть жителей Германии считает ее верной. Конечно, жесточайшие кадры, самые жестокие кадры. Я здесь показывать не могу всех этих событий. Ну, потому что это YouTube и здесь определенные вещи просто не пропустят. Поэтому показываю самое лайтовое. Но я думаю, что ни для кого не секрет. Это без проблем можно найти как в телеграм-каналах различных, так и на других сайтах. Когда видео эти гуляют, на которых показано, как подавляются протесты. То есть, насколько жестко. Хотя в западных странах это всегда было жестко. Несмотря на то, что они там все время отрубят о демократии и так далее. Но сейчас это уже переходит всякие границы. Когда на людей безоружных абсолютно травят собак. Когда забивают дубинами до потери сознания. Или даже до смерти. Когда просто-напросто наваливаются кучи. И скручивают руки настолько, что чуть ли не выламывают руки людям. Бьют ногами. Ну и вообще делают ужасные вещи за то, что человек вышел попротестовать против тотального ограничения прав и свобод. Без оружия. То есть, это не террористы, которые там в Казахстане в итоге появились. Вооруженные какие-то банды, группировки нет. Безоруженные люди. То есть, силовикам полностью дали зеленый свет. Протесты набирают обороты. Причем с каждой неделей даже. Не с каждым месяцем, а с каждой неделей. Все больше и больше набирают эти обороты. Но при всем при этом правительство не слышит людей. Никаких абсолютно уступок не было сделано. Никто абсолютно не пошел навстречу. Ни в одной стране мира. Даже на миллиметр навстречу людям. Если говорить об именно требованиях, касаемо хотя бы просто послабления коронавирусных ограничений. Да. То есть, да. Если говорить о Казахстане, вернули цены на газ на приемлемый уровень. Пока что. Еще там отправили в отставку правительство и так далее. Но никакой речи не идет о том, чтобы изменить как-то или хотя бы просто смягчить политику относительно коронавируса. То есть, это вообще табу, это святое. И об этом и речи быть не может. То есть, никакие протесты, никакие беспорядки, никакие старания людей. Не то, что не влияют на правительство в этом плане. А наоборот, еще больше гайки закручиваются. Хотя прекрасно правительство понимает, что люди находятся на грани. Что люди реально уже скоро будут готовы убивать. Но это не то, что никого не останавливает. Вообще, все плевать на это хотели. Наоборот, продолжают, продолжают, продолжают загонять народ в угол. Еще раз повторюсь. Конечно же, я считаю, что все меры против коронавируса жесточайшие абсолютно оправданы. Понятно, что правительство не хочет идти навстречу людям, которые выступают против этих мер. Потому что оно заботится о жизнях и здоровье граждан, которые могут подвергнуться заражениям и в итоге умереть. Но, если так пойдет дальше, если дальше правительство стран продолжит закручивать гайки, так как это было до этого, то в итоге нашей основной проблемой может стать уже и вовсе не коронавирус. А то, что будет твориться полнейший хаос, так как это происходило вот несколько январских дней в Казахстане. Только это будет уже не несколько дней, а период достаточно продолжительный для того, чтобы произошло то самое пресловутое великое обнуление всех систем, чтобы цивилизация человеческая откатилась чуть ли не в каменный век и превратилась по сути в руины, на которых уже можно будет построить тот самый новый дивный мир, о котором я говорил уже неоднократно в своих видеороликах. Но вот мне видится сейчас так эта ситуация. Понимаю, что я не могу здесь говорить открыто все, что хотелось бы сказать и в полной мере ясно говорить. И понимаю, что поэтому многим не до конца понятно, простите за тавтологию, что я хочу донести. Для этого в очередной раз вынужден повториться, у меня есть такие ресурсы, как, к примеру, Бастион, он же Pocketnet, проходите туда и там я уже объясняю все это открыто. И там же будет дополнение к этому видеоролику, где я донесу до вас свои мысли уже в полной мере открыто. И очень еще чего много интересного там по этому поводу расскажу, друзья. В завершении этого видео, конечно же, вынужден еще раз сказать. Дабы не произошло ужасной ошибки, как уже бывало ранее, и это видео случайно не удалили, да, посчитав его видеороликом, которое каким-то образом может нарушать правила и принципы сообщества YouTube. Так вот, еще раз повторюсь, в этом видео я ни в коем случае никого не хотел призвать к тому, чтобы не соблюдать те ограничения, которые введены во многих странах мира. Ограничения, прежде всего, тут имею в виду, которые введены были против пандемии коронавируса. Нет, конечно же, все это нужно соблюдать, нужно соблюдать. Карантин, ограничительные меры против коронавируса, предупредительные меры против коронавируса. Обязательно нужно вакцинироваться против коронавируса. И вообще соблюдать все требования как местных органов здравоохранения, так и всемирной организации здравоохранения, дабы уберечься от страшной болезни под названием коронавирус. В этом видео я просто представил ситуацию в мире, которая накалилась до невероятных пределов, просто потому что людям это тупо все надоело. Не только ограничения, но и сама пандемия, ну и это неудивительно. Поэтому, на мой взгляд, власти стран должны сейчас серьезно задуматься над тем, как не допустить ту ситуацию, которая вот произошла на днях в Казахстане, но только как ее не допустить уже во всем остальном мире. Вот и все. Остальное уже расскажу вам в бастионе. Спасибо за просмотр, друзья. Обязательно делитесь ссылками на это видео с друзьями. Подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, ведь впереди нас ждет еще куча всего интересного и крайне полезного. Жмите колокол. Поддерживайте лайками, пишите комментарии, берегите себя. И очень надеюсь, что до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok